приветствую вас на своем канале в вязании меня зовут наталья сегодня будет подробный мастер класс по вязанию детских варежек вот такие варежки я решила показать вам как связать на мой взгляд это самый простой способ таким способом вязала еще и моя бабушка и мама раньше мы вязали их на чулочных спицах сейчас я вижу их на круговых мастер-класс подробный мне кажется справится даже самая начинающая вязальщица вяжутся очень легко по мастер-классу варежки связать сможете на любой размер на любой возраст объясню как это сделать так я использовала пряжу для вязания вот такая пряжа опал здесь 100 граммах 425 метров это 75 процентов шерсти 25 полиамида номер цвета у меня 96 25 так вязала значит в 2 ниточки как уже сказала на круговых спицах номер 3 давайте покажу вот такие у меня спицы номер три от книг про по расходу на варежки уйдет 35 грамм примерно теперь если будете вязать на другой возрасте я вязала на сыночка 5 лет в принципе если будете вязать на 4 года можете набирать тоже количество петель на резинку если на больший возраст вяжите образец я вяжу образец лицевой гладью связали образец измерили сколько у вас в 10 сантиметрах петель найдете сколько в одном сантиметре петли дальше измеряете руку допустим ребенка вот в этой широкой части вот здесь найдете сколько вам петель нужно и вот это количество петель у вас будет резинка то есть ваше количество петель изначально и допустим у меня получилось 32 петли что мне нужно до в обхвате и плюс одна петля для замыкания в круг соответственно 33 петли я набирала вот таким образом и также когда вязать будете по вашим петлям вяжите здесь в принципе можно все то же самое вязать вот этот момент единственное можно добавлять если на больший возраст лицевой гладью когда до пальчика вяжем чуть чуть можно побольше провязать немножко смотря там на какой возраст допустим на 7 лет пару рядочков еще добавили будет достаточно на больший возраст ну побольше немножко провяжите вот это расстояние также когда вы пойдете вязать основное полотно до убавок я всегда вижу вот до этого места как мизинец закрыт все начинаю делать убавки поэтому здесь так ориентируйтесь и пальчик то также одели уже полностью готовую варежку и вяжите палец когда он уже у вас у вас вяжется до одели и смотрите когда остается здесь примерно сантиметр на убавки ну по полтора можно доставить все останавливаетесь и закрываете пальчик поскольку вот здесь получается где-то примерно ну полтора сантиметра это максимум на убавки идет ну вот так в принципе ничего сложного мастер-класс подробный повторюсь и давайте будем приступать к вязанию и давайте приступать к вязанию набираем на спицы номер три сразу на две спицы у меня круговые спицы на леске 80 сантиметров сразу на две спицы обычным способом я буду набирать тридцать две петли и плюс одна петля для замыкания вязания в круг то есть всего я 33 петли наберу самым простым способом набираем две три четыре набрали 33 петли спицу 1 вытягиваем и теперь мне нужно пополам поделить петли то есть я сейчас отсчитаю 16 петель 2 так 2 ниточки сейчас немножко сложновато на 2 4 6 8 10 12 14 16 петель отсчитала леску перегибаю и вытягиваю вот и у меня получается сейчас вот где у нас ниточки на этой стороне 17 осталось петель вот здесь тот 16 будем замыкать вязание в круг тут все делают кто как умеет я смотрите как делаю первую петлю с правой спицы где 16 я эту петлю просто пальцами поддеваю и переодеваю на левую спицу вот я переодела теперь беру крючок ввожу крючок в эту петлю и захватываю уже первую петлю с левой спицы продеваю через снятую одеваю на правую так и вот эту петлю снимаем подтягиваем ниточки все хорошенько все и начинаю вязать резинкой один на один можно связать резинку 2 на 2 но тогда у вас количество петель должно быть кратно четырем я решилась чтобы резиночка была поплотней сделать один на один начинаю вязать 1 лицевая 1 изнаночная высоту резиночки регулируйте сами какая вам нравится какая удобно кто-то любит чтобы она была короткая кто-то удлиненная я сейчас провяжу и скажу сколько сантиметров высоту резиночка у меня получилось связала резиночку получилось 14 рядов высоту и в сантиметрах это у меня пять с половиной сантиметров так теперь дальше нужно будет связать еще лицевыми петлями то есть резиночки мы все уже уходим вяжем теперь дальше просто лицевыми петлями по кругу в высоту три сантиметра это и сразу я начинаю вязать просто все петли лицевыми на этих же спицах варежки полностью будут связаны на одном номере спец вяжу лицевыми петлями высоту еще три сантиметра это получается до большого пальчика чтобы нам начать вывязывать то есть вот до этого места вот до сюда у нас сейчас резиночка связана и еще вот это место да и так я провязала три сантиметра лицевой гладью получается у меня провязаны 10 лицевых рядов дальше нам понадобится либо булавочка маленькая либо дополнительная нить у кого что есть чтобы пальчик нам переодевать будем сейчас вязать варежку получается правую и вот с этой стороны будем снимать петли для пальчика если будете вязать левую варежку вы с этой стороны будете снимать слева получается петли для пальчика начинаем вязать первую петлю мы провязываем лицевой провязали дальше 7 петель нам нужно переодеть на булавочку так сейчас я переодену 1 2 3 4 5 6 7 все переодела и теперь нам нужно 7 петель поднять для пальчика вот так набрасываем нить и поднимаем 1 петля 2 не сильно туго так средненько 3 4 5 6 7 все подняли и присоединяемся дальше вот начинаем вязать дальше вот эти петли получается мы 7 тут сняли да и 7 подняли вот он у нас будет потом пальчик вывязываться присоединяемся первую петлю хорошо подтягиваем и вяжем дальше лицевыми сейчас этот ряд до вяжем и расскажу что делаем дальше разворачиваюсь и по этой стороне все петли мы вяжем лицевыми и вот смотрите мы отсоединили получается пальчик теперь будем вязать дальше ровным полотном лицевой гладью по кругу и вяжем вот до этого места то есть желательно примерять на ручку ребенка пока у вас на ручке у ребенка закроется мизинчик то есть все провязываем вот так вот досюда до закрытия мизинчика вот и в этом месте мы уже будем делать убавки тут в сантиметрах но я вам потом скажу сколько у меня получилось но у деток ручки все разные я всегда так ориентируюсь до конца мизинчика довязываю а дальше уже закрываем и сок делаю бабочки сейчас я провяжу лицевой гладью и подключусь я провязала лицевую гладью 18 рядов у меня это получилось в сантиметрах вот если от пальчика брать до сантиметрах где-то около 6 до вот 6 сантиметров так и теперь будем закрывать носочек следующим образом первую петлю будем провязывать дальше две петли нам нужно закрыть слева направо две петли ввожу спицу давайте покрупнее покажу вот слева направо ввожу спицу две петли и провязываю сделали убавку дальше вяжем все петли лицевыми не довязывая 3 петли и будем снова делать в конце спицы убавку то есть вначале и в конце каждой спицы будем делать у бабочки 4 петли убавим вот у нас осталось две петли теперь нам нужно здесь петли развернуть сейчас покажу как они должны располагаться вот так петля должна быть разу развернутая ввожу спицу справа налево в конце вот спицы до получается справа налево в две петли и провязываю лицевой и последнюю петлю лицевой так сейчас еще раз вам покажу разворачиваемся еще раз показываю первую петлю провязываем лицевой дальше слева направо вводим спицу в две петли провязываем лицевой вяжем все петли лицевыми до последних трех 3 петли осталось вот эти две петли я разворачиваю нужной мне стеночкой ввожу справа налево спицу в две петли и провязываю лицевой и последняя петля лицевой 1 убавки сделали следующий ряд вяжем без убавок просто по кругу таким образом нужно сделать три раза через ряд то есть убавки сделали ряд провязали убавки сделали ряд провязали и дальше нужно будет делать убавки уже в каждом ряду ну там чуть дальше покажу сейчас продолжаем дальше делать убавки как я сказала следующий ряд вяжем без убавок и вот получается 6 рядов я провязала три раза я сделала убавки вот так все аккуратненько получается вот такой край и дальше делаем убавки в каждом ряду то есть уже не пропускаем а в каждом продолжаем делать убавок так убавляем пока у нас не останется по 4 петли на каждой спице и делаем последние убавки сразу первые две петли мы провязываем вместе слева направо и эти две петли переворачиваем это же провязываем вместе только справа налево так у нас тут две петли на спице осталось вот и на следующий сейчас тоже самое сделаем и останется всего четыре петли которые нам нужно будет потом закрыть стянуть так 2 вместе и и две переворачиваю все четыре петли у нас осталось теперь нам нужно взять ножницы и крючок обстригаем ниточку не очень длинную беру крючок и нам нужно сейчас эту ниточку продеть через все петли ввожу в петлю крючок подхватываю ниточку продеваем петлю снимаю ввожу крючок подхватываю ниточку продеваем петлю снимаю так и на второй спице делаю то же самое ввожу крючок продеваю снимаю все последние петли и хорошенько здесь мы подтягиваем теперь при помощи крючка нам нужно эту ниточку убрать наизнанку центр выводим крючок захватываем нить и продеваем все и здесь прячем крючок кончики ниточку раздвоем и где-нибудь здесь сейчас просто закрепим и все нам останется связать пальчик и и варежка будет готова так несколько узелков я сделаю хорошо затянул и обстригаем и оставляю немножко где-то сантиметр обычно не мешается и не распустится да все вот такой мысочку нас аккуратный получился вот так вот такие края за счет того что мы по одной лицевой по краям оставляли перед убавками у нас вот такое плавное скругление здесь идет красивый бортик нет способ очень нравится теперь нам нужно поднять все петли и будем вязать пальчик берем берем те же спицы номер 3 до и начинаю поднимать петли сначала я сниму с булавочки переодену все петли потом будем по краю поднимать так сейчас я переодену все вот переодела смотрите если мы сейчас сразу вот здесь тоже поднимем у нас здесь по краям получится отверстие дырочки поэтому я сейчас вот этой специй подниму еще вот здесь тут идет у нас лицевая петля вот она идет лицевая петля я одну дужку ее вот так вот подниму все вытягиваю спицу и дальше пошла поднимать и вот здесь петли которые мы набирали 7 петель буду поднимать буду поднимать тоже не вот эти крайние у нас будет это некрасиво здесь я поднимаю обычно вот лицевые петли как у нас идут сюда за одну дужку до цепляюсь вот допустим беру левую дужку до лицевой вот этой вот петли у дорожки у лицевой и вот буду все левые вот эти вот поднимать левые дужки так 1 2 3 4 5 6 7 вот 7 я подняла и здесь также одно я подниму лицевая дорожка у нас идет видно надеюсь вот идет лицевая дорожка я вот здесь вот так вот одну петлю подниму у нас получается сейчас было 14 до по 7 а теперь стало 16 по 8 на каждой спице в принципе можно так оставить если смотря с какой пряжи вы вяжете если будете видеть что пальчик широкий можно две петли вместе провязать убавить с одной и с другой стороны тут уже смотреть нужно сейчас нам нужно будет присоединить ниточку беру нашу ниточку так также две нити и при помощи крючка сейчас я вот здесь присоединю где у нас начало вязания по центру так сейчас я продену все и привяжу ниточку туда спрячем потом ее заделаем и все и начинаем вязать просто по кругу лицевыми петлями первые петли вот здесь хорошенько подтягиваем можно провязать скрещенную сделать здесь лицевую в принципе чтобы не было здесь отверстие в самом начале так и дальше пошли вязать лицевыми немножко тут туговато и этот ряд будет 1 сейчас я наверное провяжу ряд посмотрю как по ширине получится можно в принципе и во втором ряду сделать убавку если сразу непонятно на что широкий вдруг пальчик первый ряд провязываете и смотрите сейчас довяжу эту спицу посмотрим нет по ширине все отлично теперь я буду просто вязать по кругу лицевыми петлями в высоту сейчас провяжу скажу сколько до убавок я провязала 14 рядов высоту так давайте скажу вам сантиметром сколько у меня здесь вышло так по сантиметрам примерно 4 сантиметра у меня получилось 384 где так и теперь также будем закрывать пальчик первую петлю мы будем провязывать дальше 2 слева направо 2 слева направо вместе так вяжем лицевыми до последних трех последние предпоследние 2 переодеваем другими стенками и провязываем уже справа налево вместе так на первой спице и на второй также спицы стучат по столу стараюсь чтобы сильного не гремели они так здесь также делаем первую петлю провязываем подтягиваем тут это место слева направо 2 петли вместе раз-два-две переодеваем провязываем справа налево 2 и кромочная следующий ряд вяжем без убавок получается один раз мы так сделаем а потом все ряды будем убавлять также до последних четырех петель чтобы всего 4 петли на пальчики получилось на спицах да то есть сейчас я вижу просто один ряд без убавок а дальше снова делаем убавки сейчас это также довяжу также будем делать первую провязываем 2 вместе 2 вместе последнюю провязываем и следующий ряд уже будет ну давайте наверное вместе с вами свяжем чтобы тут уже не было вопроса пальчик уже до вяжем тут принципе немного давайте сейчас с вами провяжу все провязала я получается сейчас второй ряд без убавок просто третий ряд вяжем делаем уже убавку первую петлю провязываем 2 вместе эти переодеваем 2 вместе последнюю провязываем так и на второй спицы также первую провязываем 2 вместе переодеваем вместе последнюю провязываем и нам останется сейчас с вами провязать последний ряд убавок также как мы делали вот здесь на высочке сразу две петли 1 у нас 4 осталось две первые мы вместе провязываем и последние две переодеваем и провязываем все то 2 у нас осталось и на той спицы нам тоже нужно чтобы осталось 2 так 2 сразу вместе переодеваю и 2 вместе все убавки все сделали обстригаем ниточку все то же самое делаем продеваем при помощи крючка все петли снимаем на ней да так сейчас опять шумит линия вот обстригаем ниточку переодеваем при помощи крючка все петли на нить и затягиваем и прячем кончик вовнутрь и все будет варежка готова и все смотрите варежку наши готовы все запрятала все кончики здесь везде и вот такая варежка у нас получилось на этом мастер-класс буду заканчивать а вторую варежку вяжите не сказала аналогично только пальчик да вот эти семь петель вот здесь мы вяжем одну петлю оставляем слева а 7 петель снимаем и 7 набираем по этой стороне все на этом мастер-класс буду заканчивать большое спасибо что повязали вместе со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайки присылайте ваши фотоотчеты ссылочки на мои соцсети всегда находятся внизу в фокбоксе под видео я всегда очень рада получать от вас фотографии еще очень много всего интересного ждет нас впереди всем до новых встреч пока пока